Здравствуйте, друзья! Снова реализован очередной фильм, перевез это все на аудио. Сегодня 21 декабря, скоро Новый год. Каждый год я прощаюсь с вами, на всякий случай, нет, не дождетесь, но на всякий случай прощаюсь. Так что осталось недоделанное, и тогда вот эта книга «Давай саново стружелезу» в 21 веке. Поехали, читаем предисловие книги, которые никогда, наверное, не будут. Здравствуйте, наши новые друзья! Завидую вам, у меня почти все позади. И молодость, и энтузиазм. Простите, проверю, идет на запись. Ага. И отчаянные попытки сотворения чудес своими руками. Оба избылись почти все мечты. А важный процесс нашего знакомства и познания чудеса в мире садоводства может стать поворотным моментом в вашей жизни. Это когда вы погрузитесь в мир садовых чудес, и поймете, что настоящее садоводство, не вымученное и неизмерское, каким оно стало в результате эксперимента, по насильственному выжиманию из деревьев плодов. Трагедия в том, что никто никогда не связался с общепринятой измерской практикой обученическую короткую жизнь живых деревьев. Деревьев, имеющих душу и страдающих, и без того страшных условий, которые мы им создали, насильственно переселив на тысячи километров на север и восток. Долго лет я бился на разгадке нашего прошлого, и вот оно мое главное понимание в жизни. Главное понимание в жизни. В природе. Ни рыбу, ни птицы, ни животные, ни грибы, ни насекомые не обладают индивидуальностью. А, внимание, индивидуальностью, это когда каждая личность обладает только людьми, о культуре для растений и домашние животные. То вот однажды произошел страшнейшая сила катаклизма, а за ним и одичание именно высокоразвитых людей и высокоразвитых деревьев с плодами, обладающих абсолютным райским вкусом. Оганичание, только на котором мы и деревья выжили. Ну, а валили дальше, как у гибридов, и происходит. Культурные дикие гены перемешались и в разные пропорции передаются поколению поколения. Перед особого ясь и рождая среди людей и гениев, и злодеев, и мать Терезу, и Гитлера. А среди растений, да среди потомков одного дерева, одного дерева, белки, несведомные плоды, и тут же шедевры, вроде обнаружила идиотация веки в лесу сладчайшей груши лесной красавицы. Или сладчайшей шкуковицы, которой никто никогда не добавил. Наверное, в жизни есть страшные, варварские хирургические методы по работе с людьми, но спасительные. А так бы и меня уже давно не было бы в живых. С помощью скальпеля и ниток нас режут, вшивают и этим продляют нашу жизнь. И тут же, кто это, тот, кто это делал без ножа, кто-то делает и с помощью доложения рук. Это потому, что мы живые, относимые в душу и общаемся, а еще с помощью душевных движений. То же самое происходит при общении с нашими друзьями растениями. И ведь уже никто, кроме кучки фанатиков, не против забины важнейших органов у человека. И вот она дилемма. Запрет или благословение на прививки. И во мне прекрасно уживается и практика прививок, и практика посадок и врача-лика в собственном деле. Первое. Мы достигли совершенства как хирурги. Знаете, что я сейчас делаю? Давайте заглянем. Сейчас чуть-чуть сам себя перебил, но это важно. Это пока были слова. А писалась эта книга 13-14 год. 10 лет исполняется. Поэтому я и вернулся к ней. Так, повздыхать, понастальгировать. То есть, если сейчас мы с вами просто-напросто заглянем. 2013 год. О, он не сыграл ту самую роль. Он был особый. Не верите? Еще раз, сейчас, сейчас. 2000. 2000. 2000. Еще ниже. 2000. Вот он. Поняли, да? Значит, все достать не будем. Забучитесь. Давайте вот этот кусочек посмотрим. Вот. Знаете, как это делается? Чтобы доказать все, что они мои. А вдруг это все сказки. Не может же быть в этом. Дальше в саду такого. Не может. Не может. 12-й год. Пришествий к этому. Сын Сергея Железа. Ладно. Давайте немножко вперед. А, знаете, откуда начнем? Вот отсюда. Потому что эта фотография многократно украдена мошенническими магазинами интернет и питомниками, продающие южную саженца, причем на смерть. Вот. Я просто пролистаю. Потому что таких плодов больше идет идти на планете. Косовская телевидение. Это только часть. Это только часть. Это уже Сынногорское телевидение. Заметьте, за моими плечами деревья усыпаны плодами. То есть я не был тут. Кто-то играл. Мои персики в саду Чернобаева. Подчеркиваю. Ба-и. Ба-и. Ну, дальше уже понятно. Подошли абрикосы, делокосили. И, наконец, вот это чудо. Все. Это вот маленькая прискуска. Возвращаемся сюда. Итак, продолжаю. Мы достигли совершенства, как хирурги. А точнее, стойлеры. Сращивая с помощью привычного ножа две половинки. Дикую и культурную. А ведь есть люди-садоводы, умеющие это делать тоже без ножа. Только при помощи ласковых рук и любви к растениям. Я о таких людях рассказывал. Мы, имеющие именно смешанные сады, где уживаются и дики, и поликультурные, и культурные растения, получили потомство от них из удивительных разноплановых косточек, сочетающих и морозостыкость, и качество плодов. Пусть и со всех, но с большими шансами. Речь собой направлена о том, что я пропагандирую начинать именно с сельцев, вылеченных на месте, без единой пересадки, обрекающих деревья на короткую жизнь. Хочу применить самый простой, дешёвый, эффективный способ, сочетающих два, казалось бы, антагонистических способа. Варварская рутинная прививка и сельцевое выращивание. Это когда сельцы рядом. В ростоке полудики полукультурные абрикосы, сливы, вишни. И это назвалось селиться в руках. Культурные абрикосы, сливы, вишни, череши и персики. Это журавей в небе. Уже ближайшей весной, вот, пункт Б переносится на пункт А в виде прививок. Получается, жар птица. И может быть, именно с этого разговора и знакомства своей технологии, противоположной общепринятой, противоположной, ребята, нас станет больше. Повторяем очередной раз, мы потомки тех, кто жил в Адемии и передал нам адиакальные жара, не раз уж не вернуться в рай, но создать подобие рая на своем участке. И возродить рай с красота, силу любви к природе и ее лучшим детям, плодовым растениям и плодам, пищи для нас, птиц, животных, насекомых. Против нас ополчилась природа, но мы прячемся под крышу домов теплого одеяла. А как растения со сладкими плодами, они тоже приспособились. У них выращенный искусчик два пути, умереть или одичать. Я так думал, пока несколькими пересемами и последовательными прививками всего за несколько лет значительно не улучшил вкус лаженский абрикосов, китайских слив, сибирских вишен. На рынок не на 10, шанса меньше 1%. А в жизни это всего несколько десятков человеческих лет. Вершина успеха – работа с непересаженными растениями, по новой технологии, самыми растойкими в мире, по двойме и самыми роскошными привойми. Удачи вам, новых друзей и душевных людей-садоводов и растений. Зачарованный сибирский садовод Валерий Константинович Железов. Вот так надо крупнее сделать. Вот. Вот и это есть аннотация. Ну что, и нужны номерские премии России. Вот. В 2013-й год. Почему я тогда создал книгу? Это еще не все фотографии я показал. Этого не может быть никогда. Я вам еще вот эти не показал. Ну что, листать в обратную сторону, те, которые вы не видели, во время позволяет. Вот. Вы думаете, я хоть одну копейку взял за эти абрикосы? Я сказал, собирайте, все равно пропадут. Теперь я листаю в другую сторону. Вверх. То есть я начал середины. Это один год. Это один год. Вот. Это, знаете, фотография, почему здесь? Я назвал ее садоводство современное. Это бык, который стоит на рогах. Это и есть современное садоводство. У меня в понедельник 20 какого числа? Сейчас скажу. 25 декабря будет вебинар. Я там покажу, расскажу, до какой дикости дошло современное садоводство. Едовесть к деревьям абсолютная. Ни одного, оказывается. Вообще, вы понимаете, вот, любой из сотен тысяч авторов самоучек в суду, но достаточно и изноучными степенями, которые подходят к любому дереву, любому, начиная от однолетнего, качая 20-30 летим, и говорят неправильно. Я их уже посмотрел, насколько, наверное, ни сотен тысяч. Ролики бесконечные. Я все время боюсь с ними. И вдруг, оказывается, они ни одно не сказали, вот это нормальное дерево. И все деревья глубоко больны, покрыты коростой, покрыты грибами, лишайниками, мхами. Вот. Радость страшнейшая, зияющая. А они еще говорят, давайте сейчас будем порыскать. Вот это и есть современное садоводство. Вот это вот. На этом закончим разговор. Или подождем. Все, лето закончилось. На чем не началось, еще я в обратную сторону не стал. Все, друзья, давайте мы на этом и закончим. Закончим сегодня все разговоры. В общем, несостоявшая книга наверное никогда не состоится. Вот. Почему? С огромным трудом до первой этой книги были набраны по подписке. Деньги. Тиражи полтора, один три, один два. И все. А не сразу стали раритеты. Последние еще есть. Несколько сотен непроданных. Но это потому, что читать с Россией разучилась. Все, друзья. Подрайся, подрайся, что книга пролежала десять лет не изданная. потом... во все. Поэтому сняли вам сверху principal Дняги, в какой-size прям подрайся. Что, за лин S. Продолжение следует...